Всем привет! Расскажу я вам историю, ребята. Слушайте, на днях в Министерстве иностранных дел в Таджикистане вызвали посла Российской Федерации на общение. Тематика знаете какая? Ну ему как бы на государственном уровне там предъявлять-то нельзя как бы, но есть такое понятие как некая претензия. В общем выкатили ему претензию, вы же с охренеете, по поводу приема граждан Таджикистана в Российской Федерации, ну не простых граждан, которые нарушают закон. По поводу Комсомольска на Амуре, где там просто бес был, беспредел был практически гражданами Таджикистана устроен, там и поножовщина, студенты, и поножовщина, угрозы, наркотики, там весь набор. И вот они за этим ему как бы предъявили, мол там полицейский произвол туда-сюда мухрил. Блять! Просто какой-то сюрреализм, просто вот иногда поражаешься. То есть Таджикистану отдали постройку здания в центре Москвы, пятиэтажное здание огромное под их культурный центр. В это время русский культурный центр в Москве закрыли. Таджикистану провели полную электрификацию за счет вас, кстати, налогоплательщиков, за счет всех нас. Ну мы очень хотели, чтобы в Таджикистане был свет. Понятное дело, международные отношения, нужно их поддерживать, нужно общаться, это все понятно. Потому как ты начинаешь понимать, что есть у нас у всех простые людские амбиции, но нужно понимать, что все-таки существует дипломатический уровень межгосударственных отношений, тем более, что постсоветские республики сейчас для России имеют значение, потому как, вы сами понимаете, на примере Украины все видно, да? И это же тоже целая тактика натовская, чтобы нас просто, в принципе, окружить вооружением. Понятное дело, все же нужно отношения поддерживать. Ну может быть, уже в жопу начнем давать тогда, блять? Я не знаю, как это еще назвать. Ну что, блять, происходит? В смысле? А ничего, что трафик героина из Афганистана идет именно через Таджикистан. 80% задержанных за торговлю геркой в Москве таджики. Я не говорю сейчас про всю нацию, понятное дело. Я вам просто говорю статистику, которую нам выкатывают официальные ресурсы. Полиция. Трафик именно таджицкий идет, герки. Это просто огроменный трафик героина. Что у нас они устраивают в Москве, в котельниках? Там большинство, да, граждане Таджикистана. И у нас МИД Таджикистана, у них, вызвал посла России, чтобы ему, как бы, претензии. Типа, чего там наших людей штробить? А может, вы, блять, своих людей будете обучать, прежде чем они сюда ехать будут? Объяснять, что вы едете в другую страну, где другие правила. Может быть, вы устраните свою диаспору, чтобы она нахер больше не занималась тем, чем она занимается. А там целый спектр преступной деятельности, общак. Она помогает людям, которые совершили преступление, скрыться, поменять фамилию. Там две буквы фамилии меняют, получают новый паспорт и возвращаются. Вы, может, этим займетесь? А не будете выкатывать претензии нашему послу. Ни хера себе, люди беспредели. Да вы вообще должны были сразу своих же людей за вот такие преступления, за свой счет депортировать и у себя наказывать. Нет, этого не происходит. То есть, вам, сука, сделали все, и вы еще чем-то недовольны. Это просто вообще нонсенс. Ну, слава богу, сейчас начинается, кстати, меняться миграционная система. Потихоньку идут к этому большие предпосылы. Идет большая работа сейчас, в которой много кто принимает участие. Я надеюсь, предпосылы эти все-таки сработают. Бастрыгин, видимо, все-таки немножко достучался. Начинается движ. Я вижу, что движ начинается. Я знаю, что движ начинается. Но, извините меня, вот такие вот оказии, которые произошли, в смысле, сука, вызывайте посла Российской Федерации. Вы что, гоните, что ли? И причем, я не осведомлен, насколько там прошла беседа и в каком именно ракурсе, чем она закончилась. Я очень надеюсь, что наш посол все-таки включил мужичка и сказал им, Слышишь, ребята, ну, как бы у вас там люди преступники, поэтому по ним работают как положено, как по преступникам. А должны, по сути, работать в два раза сильнее, потому что эти преступники мигранты. Там выяснилось, что половины документов никаких нет, они нелегально пребывают. Сюськаться с ними будем или что? Просто вообще. Вот такая вот история, ребята. И культурный центр в Москве, русский, я не знаю, появится он когда-то или не появится. Но таджикский будет в итоге. Подарили им здание. И вот такая вот история. Блядь, ну, продолжаем работать, что делать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...